И мне сегодня выпала честь послужить словом, словом каждому, кто пришел сегодня в Дом Божий. Для меня это честь и привилегия церковь. И я знаю, что не я буду служить, а Дух Святой. Поэтому открывай сегодня свое сердце. Открывай для Слова Его, потому что только Его Слово, оно способно изменить твою жизнь. Скажите, пожалуйста, аминь на это и воздайте Ему славу. Слава нашему Господу! Слово я сегодня назвал так «в погоне за счастьем». В погоне за счастьем и побудила меня сказать это слово одна история. Биографическая история Криса Гарднера. Человека, который прошел нелегкий путь от бездомного отца-одиночки к директору огромной компании брокерской. Он стал миллионером. Его оставила жена, потому что в свое время он вложил все свои инвестиции в свои финансовые проекты и прогорел. И он остался один с ребенком. Я вспомнил эту историю. Есть прекрасная книга. И его опыт, этого человека, дает надежду и помогает огромному количеству отчаявшихся людей идти вперед и бороться. А не жаловаться на перепитие судьбы. Эта книга, она является сильнейшим мотиватором для многих людей сегодня. Эта история является сильным мотиватором. На многие вещи ты после прочтения или просмотра фильма, есть фильм такой, ты начинаешь смотреть другими глазами. И ты начинаешь понимать, что у тебя все не так уж и плохо, как тебе кажется. Эта книга, эта история является мотиватором для многих. И анализируя или вспоминая эту историю, ты приходишь к такому порой заключению, что чаще всего в достижении наших целей мешает банальная лень. Банальная лень. Лень мешает нам порой бороться. Лень мешает порой идти к поставленным целям. И я хочу сказать тебе сегодня, ставь цели высокие в Господе. Иди, несмотря ни на что, к этим целям. Порой лень не дает увидеть людям то, что рядом. Мы привыкли ждать подарков от судьбы. Порой мы привыкаем, порой мы ожидаем подарков от наших родителей. Ожидаем подарков от добрых людей, влиятельных, богатых, которые могут нам помочь. Нам кажется, что мы такие хорошие, что нам все должны. Но порой такое бывает. И я хочу, чтобы сегодня ты задал себе этот вопрос. А что ты сделал для того, чтобы добиться чего-то настоящего в своей жизни? А что ты сделал сегодня? Знаете, эта история, история Криса Гарднера, она учит бороться. Учит бороться с проблемами и в первую очередь с самим собой. История учит ставить цели и идти к ним, несмотря ни на что. И есть такое высказывание, мне оно очень понравилось. Сегодня вы можете не видеть всю лестницу к достижению своей цели, но вы должны ступить на первую ступеньку. Ты можешь не видеть сегодня полной картины. Как я достигну этого? Ты можешь задавать сегодня эти вопросы Господу. Господь, как меня осуществить? Но тебе нужно идти. Тебе нужно встать на первую ступень к достижению своей цели. И сегодня у каждого свои. Свои цели, свои вызовы жизни, свои идеалы счастья своего. Для кого-то это карьера может быть успешная карьера, и это хорошо. Для кого-то может быть хорошее образование, обращаясь к молодежи сейчас. Молодежь сегодня, многие хотят получить хорошее образование в жизни. Родители хотят порой, чтобы дети получили достойное образование. Порой счастье для некоторых – это служение людям в церкви. Но так или нет? Немного аминь почему-то в церкви. Скажите аминь, пожалуйста, если это для тебя так. Финансовая независимость. Многие к этому стремятся. Даже мы говорили сегодня о Сочи. Недвижимость в Сочи. Мечтают люди о недвижимости в Сочи. Особенно с последними событиями. Но порой люди в своей погоне за своим счастьем впадают в крайность. И Дух Святой меня побудил сегодня обратить ваше внимание на ту погоню за счастьем, в которой находится практически каждый человек в этом мире. Как я сказал уже выше, у каждого человека свои идеалы счастья. Сегодня от избытка информации, погони за инновациями, многие верующие впадают в кризис. Мы гонимся за этими инновациями. Гаджет хотим, чтобы у нас был посовременнее. Что такое инновация, да, современные технологии. Порой впадают в кризис. Кризис общения друг с другом. Кризис эмоциональный. Кризис духовный. Я обратил сегодня такое внимание, свое внимание на то, что дьяволу сегодня удается делать бесценные вещи ценными, а ценные вещи в жизни человека обесценивать. Хороший слайд, который заставляет задуматься. Я говорил до этого о кризисе взаимоотношений. Обесценивание происходит сегодня какое-то в социуме. В погоне за счастьем под названием финансовая независимость или даже служение в церкви люди забывают о главном. Люди забывают о главном. И первое, на что я хочу обратить с вами свое внимание, это на историю Божьего народа, записанного в книге Исход. Небольшая предыстория для тех, кто не знает, для тех, кто не читал. Божий народ, евреи находились в рабстве у египетского народа более 400 лет. Находились в рабстве, и Бог избирает своего помазанника, избранника, своего пророка по имени Моисей для того, чтобы вывести народ из рабства египетского. И Бог поставил ему цель. Цель была не просто выйти из этого рабства, а цель была совершить служение Господу Богу. Я выведу тебя, выведу народ мой, и вы совершите служение мне. Так сказано в книге Исход. Так вот, как это произошло. Бог послал 10 казней народу египетскому, прежде чем вывел свой народ для того, чтобы фараон согласился. И первая казнь была наказание кровью, когда воды Нила превратились в кровь. Второе, нашествие жаб. Третья, казнь, нашествие кровососущих насекомых. Четвертое, наказание мухами. Пятое, морскота. Шестая, язвы и нарывы. У людей седьмая, гром, молния и огненный град. Восьмое, нашествие сорочей. Девятая, тема кромешная. Десятое, смерть первенцев. Десять казней. И после каждой казни фараон вначале соглашался, потом менял свое решение. И только после десятой казни он согласился для того, чтобы отпустить народ Божий, евреев, из рабства. Так вот, Библия описывает эту историю. И я хочу прочитать книгу Исход, 10 главу, 7 по 11 стих. После казни грома и молнии и огненного града, после седьмой казни приходит Моисей в очередной раз со своим братом Аароном к фараону для того, чтобы просить отпустить евреев. И вот, что говорят рабы фараоновы. Тогда рабы фараоновы сказали ему, то есть фараону, долго ли он будет мучить нас? Отпусти этих людей. Пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им, пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Но кто же пойдет? Задает вопрос фараон. И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу. Фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас. Но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни, мужчины, и совершите служение Господу, так как вы сего просили, и выгнали их от фараона. Пойдите, совершите служение Господу Богу. Но зачем с детьми, говорит фараон. Так вот, апостол Павел говорит, что истории из Ветхого Завета являются для нас сегодня прообразами. Прообразами для нас, достигших верующих людей 21 века. И вот фараон является прообразом дьявола, который сегодня порой говорит, зачем с детьми совершать свое служение. Иди, служи, служи своему Богу, служи в церкви. Но зачем с детьми? Я сегодня, как пастор, который служит детям, который служит молодежи, подрастающему поколению, мое сердце сегодня радеет о том, чтобы мы подняли сильное наследие в нашей церкви. Но я замечаю такую тенденцию сегодня в христианском мире, что мы упускаем сегодня наших детей в своем служении. В своем служении. И тут сказано, что фараон был готов отпустить народ израильский. Но он говорит, но зачем с детьми? Зачем с детьми? Ты иди, а наследие твое пусть останется здесь, в этом рабстве. Египет, прообраз рабства, рабство греха, в котором сегодня находятся многие люди. В погоне за счастьем под названием финансовая независимость или служение в церкви, я заметил, что родители забывают о своих детях, мужья, о своих женах. Порой мы забываем в этой погоне о тех важных вещах, о той ответственности, которую Бог подарил нам. Друзья, зачем нам победы в нашей жизни без наших детей? Зачем нам победы? Зачем нам прибыльный бизнес с несколькими десятками миллионов рублей в месяц без наших детей? Зачем тебе все это? Большая церковь, большое служение, но без детей. Зачем? Лично я хочу сказать от всего сердца, я не хочу идти на небо без своих детей. Не хочу идти на небо без своих детей. Не хочу идти на небо и видеть детей потом в аду, как это было у богача и Лазаря. Помните история? Один оказался в аду, другой оказался на лоне Авраамова, на небесах, да, то есть с Господом, в спасении. Я не хочу сегодня этого. Зачем нам победы в нашей жизни без наших детей? Смерть. Я вижу сегодня такие истории в социуме. Это невыдуманная история мною для устрашения. Смерть. Человек является министром сельского хозяйства, губернатором, очень влиятельным человеком, добившимся многого в социуме, а ребенок умирает от передозировки наркотиков. Таких случаев я встречал много в своей жизни, когда служил нарко- и алкозависимым людям, когда общался с родителями. Я встречался с такими случаями, и это тоже невыдуманная история, когда люди обеспеченные, влиятельные, которые могут много сделать своим словом, просто рыдают от того, что их дети идут в погибель, от того, что их дети умирают от наркотиков или от алкогольной зависимости. Тюрьма. Ты несешь большое служение, являешься сильным служителем с мировым именем, а твоего сына сажают в тюрьму за уголовное преступление. И это тоже невыдуманная история, друзья. Невыдуманная история. И я хочу сказать, зачем нам победы? В нашей жизни без наших детей большое служение, большой бизнес. Зачем нам все это? Множество домов, хорошая машина. В погоне за счастьем не упусти сегодня свою семью. Скажите, пожалуйста, аминь на это. Не упусти свою семью, связь со своими детьми. Не упусти эту ценную связь со своими детьми, со своим ребенком. Отношения со своей женой, в своей погоне. Не упусти это ценное. Это намного ценнее того, чем, зачем гонишься сегодня в своей жизни. Намного ценнее. ненасытимость желаний порой превращает человека в слепца. Но мы люди так устроенные, что мы хотим большего. И нам порой бывает все мало и мало и мало. Один миллион в месяц. Маловато, хочется два. Машина такая, хочется побольше. Но порой вот впадаем вот в это. И в Библии есть такие слова. В книге притч пишет самый богатый человек. Бог сказал, я сделаю тебя мудрым и влиятельным. Более того, я дам тебе богатство. Такие несметные богатства, что до тебя таких людей не было. И после тебя не будет. Я говорю о диалоге Бога с Соломоном. Я говорю о Соломоне. Так вот, вот этот человек самый влиятельный, самый мудрый, богатейший. После него таких не было. Сам Бог это сказал в слове своем. Так вот, Соломон пишет, что у ненасытимости две дочери. Давай, давай. И мы порой вот ненасытимы. Мы хотим еще. Давай еще. Давай еще. Дальше. Этот же царь, царь Соломон в книге Экклесиаста во второй главе в шестнадцатом стихе говорит такое. Нет различия между мудрым и глупым. Я заметил. Оба умрут. И люди не будут помнить вечно ни мудрого, ни глупого. Люди забудут все, что те сделали. Люди забудут все, что те сделали. Это вопрос времени. А сегодня в таком времени мы живем, что люди все быстрее и быстрее забывают. Забывают хорошее, забывают плохое. Потому что очень много информации. Мы утопаем в этой информации. И царь Соломон говорит, люди не будут помнить вечно. Ни тебя, ни твои дела. Дорогой брат, дорогая сестра, хочу сказать тебе сегодня. Хватит слепо бежать за своим счастьем. Хватит быть той лошадью, как лошадь в скачках, знаете. Бежит. Бежит вперед. Дальше Соломон говорит такие слова. «И увидел я, что лучшее для человека, скажи лучшее, наслаждаться своим делом. Потому что это все, что у него есть. Кроме того, никто не поможет ему увидеть, что с ним будет, что с ним произойдет в будущем. Порой нужно остановиться и наслаждаться своим делом». Скажи «наслаждаться». Найди себе свое дело в жизни. Свое служение, может быть, свою работу, свой бизнес. Свое дело, которым ты будешь заниматься и наслаждаться в своей жизни. Откровение номер один. Если это не твое дело, то, чем ты сегодня занимаешься, то оно и наслаждение тебе в жизни приносить не будет. Не будет приносить тебе наслаждение. Все просто. Если это твое дело, оно будет тебе приносить наслаждение. Если не твое, то оно не будет тебе приносить наслаждение. Найди себе свое дело в жизни, свое призвание, свой путь в Господе. Найди и наслаждайся. Скажите, пожалуйста, аминь на это. Дьявол сегодня делает бесценные вещи ценными, а ценные вещи обесценивает. И надо иметь сегодня способность различать. Скажи «различать». Способность «различать». И Иисус сказал когда-то такие слова. Евангелие от Матфея, 13 глава. 45 стих я буду читать. Он говорит своим ученикам, «Царство небесное, подобно купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Продал все, что имел, и купил ее». Немного о добывателе жемчуга. Есть здесь, кто подводным плаванием увлекается? Ныряльщики? Ныряльщики? Как кажется со стороны. Это очень трудно и очень опасный труд, которым сегодня занимаются многие люди. Занимаются люди. Ныряльщики Ама, в Японии есть такие, Ама в переводе «человек-море». Они ныряют на несколько десятков метров. До 20 века, кстати, они ныряли вообще без какого-либо снаряжения. По 20-30 метров ныряли с огромным грузом и доставали устрицы. И чтобы добыть 3-4 жемчуга достойного, ценного, нужно поднять на поверхность воды около тысячи устриц, тонну целую. Целую тонну устриц надо примерно поднять, чтобы добыть всего 3-4 жемчуга. О чем я хочу сказать? О том, что жемчуг добывается с трудом. Никогда не задумывались, почему именно о жемчуге говорил Христос. Потому что жемчуг непросто добыть. И сегодня мы с вами имеем такую возможность и привилегию. Каждый здесь сидит, верующий в Иисуса Христа. Каждый здесь сидит, кто близок к Царству Божьему в своей жизни. И вот этот купец, из притчи Христа, купец, предприниматель, бизнесмен того времени, человек, который жил только тем желанием, чтобы побольше заработать в своей жизни. Купцы, они купли-продажи занимались, даже слово купец, они занимались купли-продажи. И их желание было только накопить побольше сберегательных средств себе, финансов в своей жизни. Тут написано, что Царство Небесное подобно жемчугу. И купец, когда находит эту жемчужину, он продал все. То есть, говорит о том, что человек полностью поменял приоритеты в своей жизни. Он оставил все ценное, которое он считал ценным для того, чтобы поменять свои приоритеты и взять эту жемчужину Царства Божьего. Послушай, все вечно, оно временно. Это то, что сделает тебя, это то, что не сделает тебя по-настоящему счастливым. Только вечное может сделать человека по-настоящему богатым и счастливым человеком. Ценности вечного, ценности того, что сказал нам Христос в слове своем, делает человека по-настоящему богатым, удовлетворенным своей жизнью. Скажите, пожалуйста, аминь на это. Задай сегодня себе вопрос, а что для меня сегодня ценно? Что для меня сегодня ценно? Какие ценности у меня в жизни? Зачем я бегу? Что сегодня для меня счастье? Еще одна небольшая история, правдивая история, показывающая опасность изъянов в характере. История произошла в городе Сардис, где находилась одна из церквей, о которой говорится в книге Откровений. Так вот, город Сардис располагался на высокой ответственной скале, забраться на которую было практически невозможно. И жители, которые находились в этом городе, они были уверены в том, что этот город завоевать невозможно. Были уверены в том, что их опасности ничего не грозит. Но шло время, и в этих стенах в этом городе стали образовываться трещины. Трещины в стенах. Так вот, со временем эти трещины становились все больше и больше, и они достигли таких размеров, что в эту трещину мог пробраться взрослый человек. Так вот, с ними случилась беда, с жителями этого города. В один из дней враг, неприятель пробрался в этот город через вот эти трещины, завоевал этот город, и люди, когда проснулись на утро, увидели, что они окружены, они были изумлены, потому что они не ожидали этого. трещины в стенах. Трещины в стенах. Трещины в стенах. Что показывает нам эта история сегодня? К сожалению, многие из нас похожи на жителей этого города. Мы настолько сегодня порой загружены своими делами житейскими, что забываем о наших стенах. Мы настолько порой уверены в своих способностях, что забываем замечать свои духовные нужды. Трещины в стенах, трещины в твоем сердце, в твоем разуме, в твоей жизни, твой фундамент. Люди того города, они не заботились о фундаменте. Они были уверены в себе, что ничто не грозит им. Излишняя самоуверенность привела их к поражению. Столь небрежное отношение появляется, когда верующий человек не молится в своей жизни и не послушен Святому Духу. Трещины в стенах, не позволяя своей жизни образовываться трещинам в своем сердце, в своей духовной жизни, не допуская трещины. Послушай, если христианин настолько занят, что ему некогда пообщаться с Богом, значит, у него скоро появятся большие трудности в жизни. и так случилось с жителями этого города. Это правдивая история, невымышленная. Сегодня рассказывают такие, может быть, не совсем приятные, но правдивые истории, факты. Мало быть уверенным в себе, нужно наблюдать за собой. Наблюдай за своей жизнью, за своей духовной жизнью. Наблюдай за собой. Скажи кому-то, наблюдай за собой. Наблюдай за собой. Наблюдай за своим поведением. Наблюдай за тем, как ты распоряжаешься своим временем. Наблюдай за своей духовной жизнью. Но, наблюдая за собой, к сожалению, верующие в этом городе, в городе Сардис, они ничем не отличались. Ничем не отличались от других жителей этого города, от неверующих. Они, может быть, также видели эти трещины, но не позаботились об укреплении фундамента. Поэтому в книге Откровений есть такие слова. Знаю твои дела, ты носишь имя, ангелу Сардисской церкви скажи, Бог говорит, знаю твои дела, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Но ты мертв. Из-за халатного и небрежного отношения к своей духовной жизни церковь стала мертвой. Мертвой. И верующие, и неверующие жители оказались в поражении. Враг настиг их. Но есть продолжение. Слава Господу за то, что наш Бог, Он не останавливается на негативном. И книга Откровения. Я хочу прочитать 3 главу, 2 стих. И 3 стих. Потому что в нем говорится о том, что никогда не поздно остановиться. Бодрствуй, говорит Бог. Остановись и покайся. Никогда не поздно исправиться. И это ободряет. Ободряет, что никогда не поздно остановиться. В своей погоне. За своим счастьем. КОНЕЦ.